Всем привет! Давно не виделись. Меня зовут Камила Валеева и хронику сегодняшнего дня расскажу вам я. О рокировках между мэрией Бишкека и правительством, о коронавирусе. Спойлер. В столице ситуация начала налаживаться, но вот регионы вызывают особые опасения. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поехали. За сутки 22 медиков Кыргызстана выявлен коронавирус. Сегодня же стало известно о кончине реаниматолога из Сокульской областной больницы Сарабагыша и Моналиева. Его сын сообщил о затыку, что у отца подтвердили пневмонию. При этом врачи из-за угрозы увольнения не принимают помощь волонтеров. Об этом стало известно информагентство 24КГ. По их словам, медики теперь не принимают еду, СИЗы и другую помощь. Также теперь они должны отчитываться о полученном перед руководством. А представитель общественного фонда Экадемии Айджан Чуныбаева написала об этом пост на Фейсбуке с призывом помочь президента Суренбая Джинбекова оградить ее от интриг, из-за которых теперь ее помощь врачами не принимается. Уже два дня, когда ходит до меня информация о том, что всем больницам страны негласно приказано не принимать помощь от меня и моих коллег по волонтерству и членов Ротари-клуб Бишкек и клуба консулов. Не могу выдать свои источники, так как они боятся расправы. С начала пандемии мной и моими коллегами оказана помощь по просьбе МИДКР. Есть официальная переписка. На наши личные средства мы купили СИЗ для врачей, современные системы измерения температуры тела, концентраторы кислорода, лекарства. Теперь, когда основной кризис миновал, началась охота на ведьм. Очень жаль, что вместо решения насущных острых проблем страны наши коллеги придумывают небылицы об отмывании нами денег и обвиняют нас в шарлатанстве для личного пиара. Всего же за последние сутки в Кыргызстане выявлено 483 нового случая возражения коронавирусом, скончалось 24 человека. При этом Минздрав говорит о том, что болезнь пошла на спад, но расслабляться пока рано. А тем временем ситуация в регионах становится катастрофической. Например, на Иссыкуле из-за роста внутреннего туриста регистрируется все больше случаев COVID-19. Об этом сообщает Азатык. В Чулпунате ад. Главврач поликлиники умерла. Зам в тяжелом состоянии лечится в Бишкеке. Умер главный реаниматолог. Больница обезглавлена. Врачи уходят. Есть оборудование, но нет врачей. Однако страна готова к пандемии. Сейчас главное выборы провести. Фото с пакетом сделать. И еще один скандал, связанный с волонтерами. Фонд имени Исмаила Матраимова для своих рекламных баннеров сплагиатил слоган волонтерского движения «Биз Барбус». Вот такая реклама появилась на днях в Бишкеке. Благотворительное движение уже открестилось от баннера, официально подтвердив то, что никакого отношения к фонду Матраимовых они не имеют. Мы расцениваем данный баннер как попытку использовать наше имя в своих целях и заявляем, что наши цели – это исключительно помогать медикам и населению как можно легче пережить пандемию. Любая наша работа – работа благотворительная, построенная на вашем доверии, помощи и поддержке. Все мы добровольцы, волонтеры, простые кыргызстанцы. А теперь о рокировках в правительстве. Бывший руководитель аппарата мэрии города Бишкек Балбак Тулабаев назначен полпредом правительства Высокольской области. Указ уже подписал Кубадбек Баронов. Кто такой Балбак Тулабаев? Чем известен? В каких скандалах замешан? Очень красноречиво расскажет в своем сюжете мой коллега Канат Канеметов. Полпред правительства Высокольской области Аклбек Усмон Алиев ушел в отставку. Формулировка в связи с переходом на другую работу. Ждать долго нового кресла ему не пришлось. Усмон Алиева тут же назначили первым заместителем руководителя аппарата правительства. Новым же губернатором Исоколя стал Балбак Тулабаев. До сегодняшнего дня он занимал должность руководителя аппарата мэрии столицы. Слухи о готовящемся повышении чиновника появились еще несколько дней назад. Матраимовы назначили своего человека губером Исоколя. Скоро узнаете кого. Вовсю готовятся к выборам. Так что баннер – это еще цветочки. Имеет ли отношение клан Матраимовых к назначению Тулебаева доподлинно неизвестно, но факт остается фактом. Новый полпред Исоколя никогда не скрывал свою лояльность к семье влиятельного экстаможенника. Во время карантина муниципальный чиновник даже публично благодарил Матраимовых за то, что они занимаются благотворительностью. Рахмат, фонд Матраимов. Орфография и пунктуация автора сохранены. А еще Балбак Тулебаев известен тем, что часто выходил за рамки своих полномочий. Бюрократическая должность его тяготила. Рукап любил быть на передовой, светиться в телевизоре. Здесь он общается с базарными торговцами, а тут лично закрывает компьютерный клуб. Тулебаев Тулебаев нередко оказывался в центре политических скандалов. Например, пытался запретить в центре Бишкека любые митинги. Причем задолго до того, как в Кыргызстане выявили первый случай заболевания коронавирусом и введение режима ЧАЭС. В связи с последними событиями на площади Алато, в связи с угрозой эпидемии коронавируса, мэрия города Бишкек, пользуясь своим правом, вынуждена обратиться в суд с целью запрета проведения митингов в центре столицы. Теперь Балбак Тулебаев возглавляет целую область. Не будет ли он подавлять гражданские свободы? Теперь на Иссыкуле связано ли его назначение с предстоящими выборами? Вопросов много. Парламентские выборы состоятся 4 октября, но готовятся к ним, видимо, уже сейчас. Смерть из Жемжана Аскарова позор для властей Кыргызстана. Об этом заявила представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Мира Ритман. По ее словам, смерть правозащитника целиком и полностью лежит на руководстве страны. Тем временем множество международных организаций, в том числе и Европейский Союз, выразил соболезнование в связи с кончиной Азимжана Аскарова. Кстати, стало известно, что похоронят Аскарова в Узбекистане. Об этом заявила руководитель правозащитной организации Бирду и Ной Кыргызстан Толикан Исмаилова. Новость очень необычная для нашего формата новостей, но о ней стоит сказать. Хотя бы как напоминание местным звездам шоу-бизнеса, что заигрывание с властью и влезание в политику может очень пагубно сказаться на собственном творчестве. Тем более, что сейчас впереди нас ждут выборы в парламент и, скорее всего, многие звезды шоу-бизнеса будут в этом участвовать. Рэпер Тимати ушел из собственного лейба Black Star. Тимати известен не только тем, что он рэпер-бизнесмен, но и своей дружбой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также с Владимиром Путиным. Он считается его доверенным лицом и даже написал песню «Мой лучший друг Путин». Перед выборами мэра Москвы артист вместе со своим коллегой по сцене рэпером Гуфом записали клип, который обвинили в ангажированности. В частности, из-за строк «Хапну бургер за здоровье Собянина» Собянин – это мэр Москвы провластный, который и выиграл эту гонку, а также из-за строк «Не хожу на митинги, не втирая дичь», имея в виду протестные настроения и митинги в Москве. Оппозиционные, конечно. Клип на ютюбе собрал рекордное количество дизлайков, прям как видео нашего президента Джейнбекова с обращением к народу, который удалили, кстати, потом. И перезалили заново, ну, чтобы дизлайки не могли ставить люди. Множество российских СМИ связывают именно эти факты с попорченной репутацией Тимати и последующими проблемами в бизнесе. На такой вот музыкальной, но около политической ноте я сегодня заканчиваю наш выпуск. Берегите себя, берегите своих близких, берегите весь народ Кыргызстана, носите маски, пользуйтесь антисептиками. Всем здоровья, всем счастья, всего хорошего, не болейте, пока.